День танго Спасибо, милейший. Кустики. Вы говорите по-русски? Немножко. В детстве у меня был русский слуга. Может, вы желаете отобедать со мной? Молодого, но находчивого офицера Ивана замечает князь Менщиков. Он берет его к себе на службу. Теперь Ивана ждет полное приключение и новая жизнь. Охота за серийным убийцей, расследование смерти дворянина. Следите за похождениями молодого офицера Ивана сегодня в 22.00. Те фотографы, которые занимаются только коммерческой фотографией, они просто не обращают внимания на фотографию как искусство. Для них это просто способ заработка. Фотографии – это целый мир, остановленный в одном кадре. Сфера работы фотографа безгранична. Бывают журналисты, свадебные фотографы, художники, документалисты, фэшн-ламоранты, криминалисты. В каждой съемке используются разные композиции. Но не каждый взявший хороший фотоаппарат в руки может по праву считать себя профессионалом. О тонкостях этой профессии узнаете сегодня в 16.30. Скажи мне, сколько здесь его сортов? Около 20. Я действительно понимаю, почему ты так любишь это. Это важное дело, поистине, просто потрясающе. Вкусная еда и красивые картины всегда вызывают у людей бурю положительных эмоций. Авторы программы «Съедобная история искусств» отправились в путешествие по Европе и Северной Америке, чтобы попробовать то, что художники так искусно изображают на своих полотнах. Сегодня в 13.15 мы увидим картины художника Караваджи, жившем в 16 веке. В то время он стал первым писать натюрморты. По традиции каждый четверг мы узнаем, чем живет культурный Красноярск. Сегодня в 19.25. Новые уникальные факты об истории рода Суриковых найдены красноярскими исследователями. Об этом было рассказано на 10-м историческом форуме, который шел в городе три дня. Также в программе «Новости культуры» вы узнаете, как рождаются спектакли в Красноярске. Не пропустите сегодня в 19.25. Государственный исторический музей и еще ряд музеев Красноярска и один Красноярский архив выставили в музее имени Сурикова артефакты, самые старые свидетельства об истории жизни на территории Красноярского края. Уникальная экспозиция, там и китайское серебро, и золотые кубки, подаренные Петром Первым. Масса фактов, шахматы, которые были найдены в Мангазее на раскопках. И большой материал об этом мы показываем в программе. Какая расписка? Вы вчера ограбили? Меня никто не грабил. Да как ты не грабил? Вчера у моря. Забрали ваши 10 тысяч, грабители, поймены. Давайте, напишите расписку. Да и Бог, товарищи, меня никто не грабил. На телеэкраны вышла очередная экранизация, выраженная в восьмисерийном сериале. Большая длительность позволила включить в него ряд отсутствующих эпизодов. Например, сцены в психбольнице. Оценивайте работу современного режиссера Ульяны Шилкиной сегодня в 17.30. Команда телеканала «Енисей» желает вам хорошего настроения и удачного четверга. Встретимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова